Всем хорошего здоровья, друзья! Конец марта, 23-й год. И я надеюсь сегодня на саркасцифы. Прошлый год я не снимала видео, а там множество было причин, если честно. Не стоит их даже обсуждать. Но в этом году, надеюсь, что видео у меня будут на канале. Так что вперед за первыми весенними саркасцифами. Я, конечно, что-то так обнадеживающе кричу. Но март у нас в этом году, ребята, очень теплый. Смотрите, снега вообще уже нигде нет. Здорово! Так что, может, большая надежда на ранний грибной сезон. Ну ничего, сейчас посмотрим. Первые урнулы. Я вам много уже о них рассказывала. Такой кожистый грибочек. Он, конечно, несъедобный, но... Кстати, у нас вот в этом овражке урнула соседка с саркасцифами. Так что, если проклюнулись урнуки, шанс на саркасцифы есть. Меня обнадеживает. Спустилась я в сам овраг. Все, как и положено. Сыры. Местами снежочек. Кстати, уже пробивается молодая крапивка. Сныть. Так что скоро поедим, как люди. Так, ладно, найду саркасцифу. Выйду на связь. Ай, не могу. Смотрите, с моим зрением, я не знаю, передаст ли эта камера увидеть еще такое. Вот они, первые саркасцифки. Вот. Она меньше ногти. Вот еще одна. Обалдеть. То есть, это говорит о том, что приперлась я за ними еще очень раненько. Но главное, они есть. Ну, ничего, сейчас еще прогуляюсь. Ай, не могу. Вот так вот. Жажда-то после зимы вырваться в лес. Хоть за какими-то грибочками. О, вот впереди. Экземплярчик покрупнее, что даже видно без раскопок. Вот она. Ну, а что она одна? И совсем маленькая. Ладно, буду ждать, когда вырастут. Но все равно классно так. Такой серенький лес. И красный грибочек. Вот еще рядышком. Она не бывает одна. Ой, не хочется даже копать, повреждать. Потому что, ну, маленькие. Подожду. Кстати, саркасцифа для нашей Ульяновской области гриб очень редкий. Уж сколько я мотаюсь по лесам. Единственное место, где я вот собираю саркасцифу. И опять же, не в том количестве, как ее собирают более южные районы. Это вот только вот один овражек. Все, больше ее нигде не встречала. Ну, поэтому массовой охоты за этим грибочком у нас нет. Хотя гриб достаточно такой неплохой и для мариновки, и для салатов, и для жарки. В принципе, если новички сегодня смотрят это видео, или впервые услышали слово саркасцифа, то у меня на канале уже так много видео о саркасцифе и о ее свойствах, и что с ней готовить. Поэтому можете через поисковик канала набрать и найти, ознакомиться. Потому что, скорее всего, я сейчас завершу свою прогулку, но нету. Чего ходить топтать эти палочки за родышами саркасциф? Где-то недельку, у нас сейчас ночи холодные. Да, ранняя весна, конечно, очень радует. Одна мусь такая, лишь бы только снег не пошел. Всю эту радость не накрыл. Ой, ребят, короче, выхожу я из оврага. Правда, без толку. Вот, но главное, что я теперь буду на связи. Видео будут в этом году. Но опять же, ребят, отвечаю на ваш вопрос. Если я не снимаю видео, это не означает, что я не продолжаю свою грибную травную жизнь. Страница ВКонтакте, в описании канала есть ссылка на ВКонтакте. Есть ссылка на группу мою грибную. Вот, поэтому, если хотите знать какие-то новости, пожалуйста, прошу, группа грибники по Волжи. По-моему, в описании канала тоже ссылка на нее есть. Ну и под каждым видео стараюсь давать ссылки. И под этим я все не забуду. Так что, ладушки, давайте, до новых встреч. Грибочки будут. А, что, год начался. Всем здоровья. Удачных походов, если кто-то уже в лесу. Потому что уже многие, особенно южные регионы, уже саркасцифу прям массово собирают. Ну, а вот такая сегодня у меня разведочка. Ну, все, давайте, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok